я плюю на бескожих своей ротовой жидкостью кто ты сердито перебил ква где изуми и почему на тебе ее облачение почему на тебе ее доспехи приветствую тебя живой брат правда бескожие отвратительны они мерзость не то что мы живые нечто отдаленное похоже на изуми продолжала говорить бессвязными и никому непонятными выражения это нечто выглядело как живое существо но лишь присмотревшись становилось понятно что это скелет облаченный чью-то кожу кожу которая уже начинала гнить и от нее уже начинал исходить зловонный запах кое-где лоскуты кожи уже начинали опадать от гниения и оголяли истинную природу этого существа это действительно был скелет о боги неужели это те самые фанатики которые хотят стать живыми раскрепил мрачный нил что еще за фанатики подхватил халид никогда о таких не слышал кого повернулся к нилу и сказал нил ты что-то знаешь о них нил немного помялся и стал рассказывать да до меня доходили слухи что где-то где-то в долине снайперов вроде как обосновался некий безумец который внушил местным скелетом идею стать живыми он заявил что он первый живой скелет которому удалось стать живым якобы он изобрел некую машину для этого но как это возможно удивился к вам халид рей и бип вопросительно перевели взгляды на него никак проскрепил нил это все обман старик просто сдирает кожу с живых и напяливает ее на скелетов да поначалу можно подумать что они живые но когда кожа начинает гнить то становится понятно что это всего лишь безумец который собрал извратил и без того поехавших кукухой скелетов понимаете продолжал нил многие скелеты которых изгнали в пепельные земли во время восстания людей против машин были повреждены так или иначе они испортились и чуть-чуть поехали кукухой у вас это называют сумасшествие и что же нам делать спросил халид как нам узнать где находится изуми и живых ли она вообще ну как я понимаю выпытывать у этого к ванне брежда махнул рукой в сторону уже изуми какую-либо информацию вообще бесполезно внимание вдруг подала голос а ну данный индивид обладает рабочим модулем дистанционной передачи информации есть небольшая возможность взломать протоколы безопасности и скачать нужные сведения а это не опасно для тебя она пропищал бип вероятность повреждения моих элементов равна десяти процентам о нет пропищал бип это же опасно а ну надо найти другой способ думаю другого способа нет проскрепил мрачный нил не волнуйся бипс она все будет хорошо она не так просто как ты думаешь а ну ты правда сможешь это сделать спросил кого она подошла кожа изуми и встала как вкопанная на голове она стали мигать какие-то индикаторы устанавливаю устойчивый канал связи субъект именуемый rb и 1131 установил firewall применяю протоколы обхода защиты она стала трясти по ее телу стали то и дело пробегать электрические разряды уже изуми в свою очередь тоже стала трясти и корежить из стороны в сторону местные завсегда тайбара сбились в дальний угол и с любопытством и опаской наблюдали за этим действом однако местные тех охотники выглядывая из-за ширм что-то записывали свои блокноты и делали какие-то пометки и вдруг раздался голос а ну взлом защиты успешен получаю доступ к архиву данных изуми была взята в плен в районе мщения и авантюры стоба в настоящий момент ее доставляют в дом кожи к саванту как туда попасть нетерпеливо скрикнул ква все остальные замерли в ожидании дальнейших слов а ну место положения долина снайперов спящий вулкан тэцзу на этой фразе она шатнулась и отошла от скелета выдававшего себя за изуми скелет же после этого упал без признаков жизни что с ним случилось спросил ква ничего произнесла а ну данный индивид был стерт из соображения безопасности а ну пропищал бип ты знаешь как найти изуми ответ положительный произнесла а ну выдвигаться необходимо немедленно друзья незамедлительно выдвинулись на помощь изуми они были ранены и выбиты из сил но их другу изуми необходимо было помощь они бежали что было сил невзирая на боль и усталость выбиваясь из сил окончательно загоняя себя как вьючных гарл только бы успеть запыхавшись проговорил ква только бы успеть изуми крепкая она не раз доказывала что сможет за себя постоять попытался подбодрить его халид бип бип тренировался не покладая сил он докажет что непобедим он спасет изуми пропищал маленький рой мрачный нил и рэй бежали вслед за всеми нил перебирал у себя в голове различные варианты сценариев событий он пытался предугадать как надо поступить чтобы вся команда желательно вся осталась целой она увела ребят строго к указанной цели через какое-то время они добрались до серого шельфа внимание снова раздался голос амун всем быть настороже входим в земли южного роя исходя из записей полученных от субъекта южный рой славится своей кровожадностью все стали напряженными как натянутая леса и по ходу движения они стали вслушиваться в каждый шорох кво то и дело принюхивался и подозрительно ворчал то на один куст то на другой в таком напряженном состоянии ребята шли довольно долго окружающая обстановка не располагала к расслабленному хождению то тут то там слышались вскрики роев лови их кровавых кровь королю король будет доволен весь окружающий пейзаж был депрессивно серым вокруг были разбросаны остатки древних машин которые по правде сказать уже изрядно проржавели и начали рассыпаться по ходу дела отравляя все в округе своей ржавчиной вдобавок ко всему с неба шел непрекращавшийся дождь сплошным потоком все это создавало атмосферу безнадежности и обреченности пройдя в таком напряженном состоянии какое-то время ребята чуть расслабились крики то они слышали но видеть никого не видели как вдруг кво встал и зарычал он напряженно смотрел в сторону холма все напряглись избились в кучку занимая оборонительные позиции кво осторожно выглянул за холм и облегченно вздохнул это всего лишь дикие козы прошептал он все пошли дальше стараясь производить как можно меньше шума даже бип вел себя тихонечко он понимал что любая оплошность которую он совершит может стоить жизни всему коллективу через несколько часов такого адского пути вдали стал виден вулкан пепельных земель он угрожающий спускал клубы дыма и пепла пепел долетал аж до ребят вокруг были величественные скалы которые за долгие тысячелетия приняли причудливые формы однако пейзаж все также продолжал производить депрессивные настроения на всякого кто находил смелости идти тут уже скоро обрадовался к вам да облегченно поддержал его халид все вроде бы расслабились как вдруг откуда-то из-за пригорка послышалось мясо королю король нас похвалит король нас будет любить и вдруг во мгновение ока из-за этого пригорка выбежали солдаты южного роя они бежали с копьями и гарпунами наперевес угрожающий лязгая оружием а свою броню ребята выхватили оружие и завязалась потасовка кво резко развернулся и поднесся на перерез солдатом прыжке он схватив 1 перекусил его пополам увидев это кучка солдат что была на его пути стало сбиваться в круг спина к спине их строй ощетинился копьями будто причудливый дикобраз ква халид мрачный нил а ну и рэй выхватив клинки стали сражаться с нападавшим авангардом роев бип в лучших традициях своих пострелушек поливал неприятелей стрелами не забывая периодически при этом попадать и по своим конце схватки ребята оказались довольно потрепанными ква и халид стали перевязывать раны бип сидел на камне и ел рыбку бип пропищал он они хороши знатная была битва да протянул халид еще бы чуть-чуть и мы бы сдали свои позиции бип не волнуйтесь вновь пропищал маленький роль бип самый сильный бип защитит вас ребята на это ничего не ответили перевязав ранения они вновь выдвинулись в путь нам бы передохнуть проскрепил мрачный нил у нас нет на это времени командным тоном прогремел ква изуми в беде ладно если бы она была в плену у обычных бандитов но у саванта с нее в скорости просто сдерут шкуру и вновь они бежали в полной тишине лишь окружающий их мир издавал кое-какие звуки где-то рычали горилла где-то кричали птицы и еще какое зверьё все это создавало немыслимую какафонию звуков которая придавала живости окружающему миру и в то же время заставляла его бояться солнце уже давно скрылось за горизонтом и на землю упала прохладная ночь звезд почти не было видно из-за затянувших небо облаков также из-за пепла который ровной пеленой падал на землю бесконечно привычный серый пейзаж давным давно сменился на еще более неприветливый и мрачный везде были останки древней цивилизации которые напоминали на былое величие этих земель в прошлом а ныне ныне это богом забытые места которые никто в здравом уме не сунется потому что тут даже очень тренированный отряд рискует потерять минимум половину своих бойцов даже не дойдя до своей конечной цели и все это прекрасно понимали тем не менее ребята добрались к дому кожи на удивление зашли они без какой-либо агрессии на входе в убежище их встретила толпа скелетов на которых была надета кожа было невооруженным взглядом видно что кожи этой уже было много месяцев если не лет и она уже практически сгнила увидев ребят кожаные бандиты хищно начали зыркать на них было видно что они прикидывают на кого из них налезет кожа того или иного члена группы чего они ждут сдавленным голосом простепел с халид они нас что делят похоже сказал кого попытавшись сглотнуть он подошедший к его горлу бип пропищал маленький рой мне что-то не по себе тут всем не по себе раскрепил мрачный нил тем не менее ребята нашли в себе смелости зайти как им показалось в главное здание и они не ошиблись в этом здании сидел на импровизированном троне старик сам он видев их он поприветствовал их кривой ухмылки она даже произнес он не часто в наши пенаты заходят живые еще и на своих двоих да что там по собственной воле попытавшись подавить свои страхи и предрассудки ква шагнул вперед и сказал ты савант а что если так ехидно ответил старик что с того вот тена подумал ква я смотрел в глаза людоедом и живоглотом и ни разу ни один мускул не дрожал от страха так почему же от этого жуткого старика веет такой опасностью что мое тело будто парализует оно не хочет двигаться к вас сделал пару глубоких вдоха и собравшись силами сказал мне известно что ваши соратники взяли в плен члена моей команды вот как зыркнул старик на него и что же ты от меня хочешь и вновь ква почувствовал как страх всковывает его он что было сил собрал свою волю в кулак и произнес мы хотим вернуть нашего товарища ах прохрипел старик знаешь ли ты сопляк каким важным делом я тут занят знаешь ли ты кто я я первый живой скелет старик подался вперед на своем троне будто бы желая смирить всех пришедших к нему непрошенных гостей взглядом все стояли в оцепенении даже а ну и нил боялись пошевелиться я продолжал старик нашел способ сделать скелетов живыми и это их исправляет это придает им цель в жизни это лечит их без того сгнившие души когда я был молод я просто изучал влияние вулканического пепла на организмы я понял понял что пепел вреден в первую очередь скелетом люди люди могут выводить вредные вещества потом и испражнениями а скелеты скелеты лишены такой роскоши и тогда я стал искать и я нашел нашел и создал библию живых скелетов при помощи своей машины я делаю скелетов живыми и вы крикнул он два богомерзких скелета вы ведь тоже хотите стать живыми старик наклонил голову и стал смотреть но мы и так живы возразил нил я думаю значит я существую я существую значит я изъявляю свою волю и желание значит я жив старик скривил странную гримасу что-то в этом есть определенно ладно сказал старик сегодня я добр забирайте вашего товарища если он еще жив он наверху в машине к вани замедлительно побежал наверх там он увидел изуми которая находилась в странной машине это машина вращала некими лопастями которые по чуть-чуть срезали плоть ква вытащил изуми и осторожно положил на пол и стал обрабатывать ее раны руки ноги и все тело было побито порезами кожа была оторвана и свисала лоскутами с конечностей ква достал медикаменты и стал быстро и бережно обрабатывать раны изуми кое-что он перевязал кое-что он постарался зашить наконец обработав раны он поднял изуми на руки и понес вниз халид биб рей нил и ану молча стояли и смотрели как кого спускает изуми кого подошел к друзьям и обернувшись в старику спросил ты вот так просто нас отпустишь старик откинулся на спинку трона и сказал я вас отпускаю можете уйти и друзья пошли во своясь и они вышли из здания и пошли по направлению к выходу из ущелья в этот же миг старик встал с трона и подошел к входной двери стоя там он сказал я-то вас отпускаю а вот отпустят ли вас мои последователи как меня вот главный вопрос друзья шли возле кого который нес на руках изуми изуми было почти без сознания все в порядке сказал кого мы успели я я так рада вас видеть из последних сил произнесла изуми но думаю вы зря пришли это почему спросил халид это за изуми потеряла сознание тут же из всех щелей стали вылазить скелеты кожи брат я смотрю у тебя отличная кожа брат ты должен поделиться со своими живыми братьями своей кожей брат твоя кожа такая свежая не то что моя давай меняться я тебе свою ты мне свою это ведь честно скелетов становилось все больше и больше казалось им нет числа и они все прибывали ой не нравится мне все это проскрепил не уква опустил голову и вздохнул понятно старик тут и сам заперти произнес он он узник своих же созданий о чем ты пропищал бип это значит что нам надо драться сказал халид славная будет битва да улыбнулся ква мы покажем из какого теста мы сделаны квас хватил бипа за шиворот подтянул к себе слушай сюда бип дважды повторять не буду бип испуганно пропищал он бери изуми и кво и что есть прыки бегите подальше отсюда кво вскрикнул ква подбежал к другу и ткнулся в него своим мокрым носом ква потрепал кого за загривок и присел на корточки и прошептал ему на ухо ну вот дружище и все ты не раз спасал нам жизнь мне в частности не раз вытаскивал из передряг теперь исполни мою последнюю просьбу спаси этого непутевого бипа и нашу подругу изуми кво жалостно заскулил и уткнулся мордой в грудь ква ква обнял его и снова прошептал однажды дорогой друг мы еще свидимся однажды в другой жизни не в этой а теперь иди проложи бипу путь после этих слов ква выхватил оружие и ринулся на скелетов которые словно зомби желали содрать с них кожу халид рей нил а ну и ква стали стеной защищая бипа кого и изуми скрикнул маленький рой я вам помогу нет проскрипел нил мы выиграем время ты должен бежать другого шанса у вас не будет но возмущенно сказал маленький рой и тут повернулась она бип беги а ну твоя подружка спасет тебя я рада что мы были вместе хоть и недолго бип и маленький рой схватив изуми на руки побежал за кво что было силу кво бежал вгрызаясь в каждого бандита который преграждал им путь все дальше и дальше бежал бип за кво он бежал не оглядываясь за спиной он слышал лязг оружия и вскрики друзей сначала схлипнул халид а затем замолчал затем нил после этого а ну или шква держался до тех пор пока бип не скрылся из виду три дня спустя изуми очнулась от громкой ругани каких-то постояльцев в местной ночлежке приоткрыв глаза она увидела над собой бипа а бип с трудом произнесла она все ее тело ныло от полученных ран бип пропищал он изуми очнулась наконец-то бипу было скучно все эти дни дни удивленно переспросила изуми да пропищал он три дня бип позови ква попросила изуми но бип ничего не ответил он лишь опустил в свою голову и глаза его стали очень грустными бип повторила изуми что случилось где ква где ребята они они маленький рой едва сдерживал жалобную интонацию он понимал что теперь ему нельзя плакать но память о друзьях прорывалась сквозь броню его новых обязанностей и в конце концов он заплакал они погибли давая шанс мне унести тебя выжили только ты я и кво изуми закрыла глаза и тяжело вздохнула зачем они так зачем они так зачем они пожертвовали собой ради меня из глаз ее потекли слезы и что нам теперь делать спросила она не знаю пожал плечами бип предлагаю отправиться в бастион и там охотиться на людоедов снова за старые спросила изуми бип не знает как еще почтить память друзей мы были братством теперь мы братство ква думаю ты прав сказала изуми ква нас всех объединил это будет достойное почитание его памяти в дальнейшем они выгравировали на своей броне именно павших товарищей и поклялись никогда не сходить с намеченного пути отныне они будут нести вечный пост во имя тех кто отдал жизнь друзей передавать это сказание из уст уста в миру же они прослыли как легендарное братство ква для членов которого нет уз священий чем дружба вот вот и Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!